Ну сами подумайте, ну куда вода побежит? Ну куда она побежит? Это вам не интересно. А уклон куда? Всю жизнь вода уходила, естественно, дренаж, земля. Вы нас лишили последней земли. Вместо благодарности в адрес подрядчика летят слова возмущения. Своё недовольство жители лагерной выражают не просто так. Ремонт здесь начался ещё в июле. Подрядчик сулил радужные перспективы. Уверял, что пройтись по новеньким тротуарам и проехать по свежему асфальту можно будет уже 1 сентября. Оказалось, обещать совсем не значит выполнить в срок. Но неоправданные ожидания – это лишь половина беды. В дорожных очертаниях из щебёнки уже сейчас совсем ясно просматриваются недостатки будущего покрытия. Нам говорили, что изначально тротуар будет только по одной чётной стороне. Сделали по второй стороне. Мы не против, если бы это было удобно. Но тротуар по нечётной стороне, во-первых, он значительно ниже дороги. Дорога основная идёт без бордюра. Впоследствии эксплуатации, а у нас ездят и тяжёлые грузовые машины, мусорка, привозят продукты в магазин. В процессе эксплуатации дорога просто будет сползать на тротуар. Теперь проезжая часть гордо возвышается над будущим тротуаром. Аж на полметра. В итоге обновление дорожного полотна автолюбителям и пешеходам жизнь не облегчила. А напротив, принесло лишь новые хлопоты и заботы. У нас уровень дороги был чуть повыше, но мы вполне могли въехать сюда на машине. После того, как продолжается ремонт, не то что на машине, сюда очень трудно стало подняться, спуститься. Я не знаю, у нас бабушка 80 лет. Она сегодня вышла, посмотрела, а как? Я говорю, я не знаю. В своё оправдание подрядчик поясняет, мол, других технических решений, чтобы сглазить особенности рельефа и многолетние выбоины, рабочие просто не нашли. Дорога является неровной, ухабистой. Дорога выравнивает все эти ухабы. Мы выравнили. Соответственно, там участок, где, кажется, вот эта жительница была большая низина, в связи с этим, именно в её локальном месте, буквально на метрах 10, дорога была завышена для того, чтобы вывести, делать продольный уклон ровным, красивым и вывести воду. Более того, хочу заметить, что в этом месте был всегда застой воды, это самая низкая точка данного участка. И другого варианта, чтобы вывести её, нет. Образовавшийся крутой уклон оставил жителей частного сектора без островка зелёной зоны. Теперь обитатели лагерной со страхом ждут зимы. У нас зимой чистят улицу, трактор проезжает. И вы представляете, весь снег сразу поплывёт сюда, к нам. К вашему дому. Сюда, и к нашему дому, и к соседям. И к соседям. Здесь вот практически. Там ещё хотя бы немножко зелёная зона есть. У нас зелёной зоны уже нет, потому что ширину дороги не просчитали. Она где больше, где меньше. И поэтому весь снег, здравствуйте, он всё у нас. А весной половодие? А весной мы в плащ. Блокадным щитом лечь на защиту частных дворов от осадков должен бордюрный камень. Между тем, медленно, но верно, невзирая на все претензии и недочёты, работы близятся к своему завершению. Подрядчик пообещал, что если погода в ближайшие дни будет такой же ясной и солнечной, как сегодня, то ремонтные работы на улице Лагерной завершатся в течение недели. Ну а мы обещаем следить за развитием событий. Марина Корякина, Евгений Михеев, Евгений Мещеряков. Область новостей.